В синем углу боец из Узбекистана, весовой категории 77 килограмм, рост 180 сантиметров, ему 28 лет. Профессиональный рекорд, 4 победы, 0 поражений и 0 ничи, представляет бойцовский клуб Old School. Тренер Унар Кулов Низам, встречаем, Эген Бардиев Мадирбек. Его соперник в красном углу, весовой категории 77 килограмм, рост 180 сантиметров, ему 19 лет. Профессиональный рекорд, 2 победы, 0 поражений и 0 ничи, представляет бойцовский клуб Улу Кыргыз, тренер Омир Заков Тринштык, встречаем, Акунов Нурджи Гид, бойцы на середину. Попрессиональный рекорд, 3 его знают, не нарушаем, а активно защищаемся, обеем удачу, по углам. Возвращаемся в октагон турнира в F-122 Pro Fight 52. Рядом со мной сейчас находится Эмиль Токтогонов. И мы смотрим второй поединок мейн-карда. Это очень сильные бойцы, только что ринг-анонсер нам объявил их и... Международный карт. Да, теперь первый, кстати, в мейн-карде представитель Узбекистана. Первый, да? Их будет еще три. В первом углу представитель Узбекистана, Генбердиев, Нодирбек, да, он представляет команду Old School, город Ташкент. И его соперник, представитель Кыргызстана, спортклуб Улу Кыргыз, Акунов Нурджигид, является мастером спорта. Он у нас в красном углу, в черных шортах ММС выступает красная перчатка, это Кыргызстан. Черные перчатки, синий угол, это представитель Узбекистана, боец из команды Old School. Профессиональный рекорд у узбекского бойца, одна победа, ноль поражений, ноль ничьих, 28 лет. Довольно поздно начал, да, профессиональную карьеру. Он тот раз, да, у нас выиграл один бой, и, соответственно, у него... Получил повторное приглашение от вас? Повторное приглашение, да, получил. И вот сейчас приехал, ну, хорошо вроде начал, да, вот он пытается сейчас его забороть, да. Мы тут спорили, что Мазажно быстро проиграет, но оказалось сильный боец из Узбекистана, да. Ну, переводит партер, но не получилось перевести его партер. Акунов Нурджигид более физически сильнее, да, видно, что... Да, визуально он сильнее. Мышцы такие мощные. Гора мышц. Да, да, вот такие бойцы прям 7,7 килограмм, конечно, тут уже весовые категории растут, уровень профессионализма тоже тут растет, более вверх мейн-карды. И народ тоже появляется на экранах очень много, да. Уже привыкли, да, на турнирах под Игидой ВФ приходить уже, да, к началу мейн-карда, да. Уже мест нету здесь. Да, очень хороший поединок нас ожидает, в этом абсолютно уверен. Кстати, у нас здесь возник спор. Кто-то сказал, что поединок завершится рано, а кто-то говорит, что поединок, наоборот, будет вязким, долгим, на три раунда. Давайте посмотрим, гадать не будем. Да, кто кого выиграет, да. Борцы, Нурджигит Акунов, представитель нашей республики, и Надербек Игимбердиев, представитель республики Узбекистан. За ногу держал. Перевел партер. Да, переводит в партер Нурджигит. И надо убрать вот эту правую руку, в данном случае, узбекского бойца. Что можно сделать, Эмиль, в этой ситуации? В этой ситуации надо ему выйти в гард. Чистый гард, да? Нурджигит его ногу поймал, завязал ногой, поэтому ему осталось только защищаться руками, да. Уже он отключил ноги на Дербека с захватом ноги. И, ну, задача его выйти сейчас на Дербеку, желательно гард выйти хотя бы, да. Ну, и вообще выйти с этой положения более выгодной. Ну, Нурджигиту это положение уже более выгодное. Удобно, да? Да, конечно, удобно. Как бы события не форсируют? А почему поднял сейчас рефери ногтем локтем? А, да, сделал замечание. Он локтем ударит и получает Нурджигитца запрещенный прием локтем. У нас только в Эвглобале, в мировых чемпионатах, разрешаются удары локтями. Более другого уровня в турнирах, да? Более профессионального уровня они... Да, более другого уровня. Что ж, порядка 40 секунд остается до конца первого раунда. В центр октагона держит Нурджигит оккунов. Все время контролирует. Ну, опытный, да, сразу видно, Надир Эгемердиев очень опытный, идет вперед. И пытался сейчас пройти ногу, да, очень открыто, да, очень открыто. Тленющий бросок был в ноги. Ну, здесь надо было ударами заходить в ногу. Когда очень открыто видно, что он хочет пройти ногу, да. Как принято говорить в боксе, сигнализирует спортсмен, да? Показывает, что бросится в ноги. Естественно, в этом случае Нурджигит спокойно ушел. Вот он, вот он. Был момент, а что здесь у нас? Очень сильный удар, печень нам пропустили, печень. После сильного... Визуально показалось, что не сильный удар, да? А вот чувствительный оказался. Получается, спор я выиграл, по-моему, да? Да. Кстати, да, до этого поединка именно Эвиль поставил на то, что бой завершится в первом раунде. Другой наш собеседник, не буду называть его. Из-за этих бойцов наших всех знаю с маленьких лет, с переночек. Мы их выращиваем на любительских боях. И сюда попадает, да, Нурджигит очень сильный боец. А Кунов, Нурджиииии! Да, буквально 10 секунд не хватило узбекскому бойцу для того, чтобы уйти на перерыв. И сейчас, я думаю, он будет дать право голоса, если он захочет, конечно.